Мы живем в очень правильное время Я верю, что то, что происходит на Украине, это Божья слава Как бы оно ни выглядело странно, как бы оно ни выглядело непонятно Я верю, что Бог очищает Украину И знаете, всегда кажется, люди задают вопросы Ну хорошо, если Бог это делает, почему Он допускает, чтобы кто-то умирал Чтобы кто-то был убит и так далее Вы знаете, зло насколько сильно укоренилось на нашей земле Зло насколько сильно распустило свои щупальцы во все сферы жизни этой страны Что без жертвы вырвать этого было просто невозможно Вы видели, что люди стояли тысячами не один месяц И ничего не было достигнуто Ничего не менялось Просто все игнорировалось И делая все точно так же, как оно и делалось Может быть, еще в большей мере Еще с большей скоростью И только когда начали просто падать люди Начали жертвы Только тогда Только тогда Началось вырываться, знаете, эти корни И так важно, знаете Знаете, что меня больше всего коснулось Это рассказ священника Наши братья были тоже там В это самое сложное время И они беседовали со священником Который говорил о том Что в то утро, когда была застрелена эта сотня Небесная сотня В то утро, он говорит, была огромная очередь Молодых людей, которые стояли в очереди для того, чтобы исповедаться Стояли люди, которые приходили и говорили Отче благословить меня на смерть Возможно, они до конца не понимали Что благословить на это невозможно Но они понимали, что что-то нужно сделать Я верю, что не случайно там были священники На протяжении всего этого времени Вначале там были концерты Вначале была развлекаловка, знаете Такое время развлечений И люди приходили туда, потому что им нравилось Там концерты, которые они хотели, может быть Посмотреть за деньги Не имели такой возможности Они могли посмотреть там бесплатно Но потом Люди поняли, что Ну, это не игрушки Это не игрушки Чтобы чего-то добиться Нам надо молиться И Я благодарю Бога за то, что там были молитвенные Молитвенные палатки, которые стояли там Я благодарю Бога за то, что приходили в церкви Молились И люди, которые желали помолиться Они знали, где это место, чтобы помолиться Люди молились возле сцены Я впервые увидел, что Тысячи людей стали на колени В центре Майдана Вы знаете, никогда такого не было на Украине Но В это время это произошло И это должно было произойти Это должно было произойти Вы знаете, не случайно люди терпели, терпели, терпели И вдруг поднялись Я верю, что это не случайно Я верю, что Знаете, но Где-то Бог делал эту работу Бог ожесточал сердце Знаете, самое Ну, все говорят Все аналитики Все говорят, что Ну, сам разгон Майдана 30-го числа Это что-то такое Ну, ненормальное То есть нормальный человек Не мог бы этого сделать То есть Нормально мыслящий человек Никогда бы этого не сделал Но Бог так сделал Чтобы 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 это все-таки произошло И Конечно же Не хотелось бы этого Конечно же Не хотелось бы пролития крови Конечно же Но Но вы знаете Все было настолько запущено Что только кровь могла бы смыть это все И вы знаете Я верю, что Бог продолжает свою работу на Украине Не случайно упало Огромное количество Памятников Ленина Не случайно Никто Никто не сговаривался В одну ночь Не сговариваясь Люди повалили Огромное количество памятников Которые стояли годами на Украине Послушайте Это не случайно Бог что-то делает на Украине И то, что нам необходимо То, о чем я хочу говорить сегодня Чтобы церковь заняла свою позицию И тема моей проповеди сегодня Это активная позиция церкви Послушайте Мы не имеем права Держать какой-то нейтралитет Это не то время Я думаю Если бы Если бы Турчинов мыслил точно так же Он бы никогда не пошел на ту позицию На которой он сегодня находится Но он понимает Что это такое время Когда он не может быть безактивным Это то время Когда он не может промолчать Это то время Когда он понимает Что от того Что будет происходить В стране зависит очень и очень многое Произошла борьба Добра со злом И мне так хочется Чтобы каждый человек в Украине Каждый человек в Украине Понял, что это Борьба добра со злом А не зла со злом Услышьте меня сегодня Я сегодня вижу Что Знаете Поднялись такие Доморощенные Революционеры Которые Три месяца Отсидели у телевизоров Потом увидели Что все успокоилось Все И вышли Чтобы Знаете Поносить народ Украины Кто кричит Гоньба Кто кричит Гниды Кто еще что-то кричит Послушайте Я не думаю Что Небесная сотня Легла для того Чтобы Кто-то Поносил Свой народ Чтобы кто-то Злословил народ Я думаю Что Если они Если они Отдали Свою жизнь Знаете И Меня просто Вдохновляет Это название Небесная сотня Не адская сотня Небесовская сотня Небесная сотня То есть Все Что связано С небом Не может Иметь В себе Зла Потому Так важно Чтобы мы Были активными Сегодня Чтобы мы Сегодня Могли Говорить Людям О том Чего ожидает Бог на самом Деле Что Бог хочет Показать Какой Бог Желает Показать Истину Об Украине Вы помните Я вам говорил О том Что через Ската было пророчество И он сказал Что Бог говорит Не бойтесь Это я делаю И Бог говорит Я хочу показать Истину Не истину Власти Не истину Оппозиции Бог говорит Я хочу показать Свою истину Об Украине И эта истина Она сегодня Приходит Эта истина Сегодня приходит И поэтому То что происходит На Украине Не может Не касаться Церкви В самые сложные Периоды жизни Страны Именно Церковь Должна Говорить Своё Слово Она должна Занимать Свою Активную Позицию Иисус Сказал Я создам Церковь И врата Ада Не одолеют Её Врата Это оборонительное Сооружение А значит Церковь Предназначена Быть Наступающей Может Сказать На это Аминь Поэтому Мы не можем Просто сидеть И ожидать Чем Это всё Закончится Так важно Чтобы мы Были Сегодня Носителями Мира И первое В чём Заключается Позиция Церкви Я хотел бы Сказать о том Что Библия Говорит Первое Запишите Мы Соль Земли Матфея 5 глава 13 стихом Матфея 5 глава 13 стихом Написано Так Вы Соль Земли Если Соль Потеряет Силу То Чем Сделаешь Её Солёная Она Уже Ни К чему Не Годна Как Разве Выбросить Её Вон На Попрание Людям Какими Свойствами Обладает Соль Помимо Помимо Того Что Соль Она Раскрывает Вкус Каких-то Продуктов Соль Также Имеет Свойство Консервирования Она Сохраняет От порчи И Сегодня Церковь Должна Просто Знаете Предотвратить Разложение В нашем Обществе Мы Должны Общаться И Осолять Людей Мы Должны Гореть Ту Правду Которая На самом Деле Является Истиной Что Бог Желает Сегодня Чтобы Зло Было Побежено Чем Добром Люди Которые Сегодня Выходят На улицу Выходят Для того Чтобы Кого-то Злословить Послушайте Не Нужно Этого Делать И Мы Должны Донести Это До Каждого Украинца Нам Не Нужно Сегодня Злом Отвечать На Зло Нам Сегодня Нужно Добром Побеждать Зло И Пусть Бог Благословит Нас Говорить Людям Общаться С ними Нести Эту Благую Весть В Жизнь Нам Нужно Принимать Участие Знаете Во Многих Вещах Наши Наши Братья Некоторые Сегодня Находятся В Само Обороне Знаете Кто-то Может Осуждать За Это Кто-то Может Сказать Это Нехристианское Это Дело И Так Далее Но Я узнал О том Что Они Делают Они Сегодня Ищут И Закрывают Точки Продажи Наркотиков Они Сегодня Реагируют На Сообщение О том Что Где-то Кто-то Требует Взятку Они Сегодня Реагируют На На Всякие Проявления Зла Которые Еще Есть Которые Но Еще Не Вырваны Они Реагируют На Это Приезжают Туда И Привозят Милицию Для того Чтобы Милиция Реагировала На Эти Вещи Послушайте Кто-то Должен Этим Заниматься Сегодня И Кто-то Как Не Люди Которые Знают Что Такой Истина Кто-то Не Люди Которые Имеют Внутри Себя Чистоту И Святость Которые Понимают Что Всякая Ложа Она Является Грехом Кто-то Как Не Эти Люди Могут Сегодня Вскрывать Вещи Которые Сегодня Не Могут Даже Может Быть Увидеть Неверующие Люди Для Которых Это Возможна Норма Жизни Но Верующие Люди Сегодня Могут Ведеть Эти Вещи И И Иисус Желает Чтобы Мы Были В Этом мире Он Не Призвал Как-то Устраниться От Этого Мира Он Говорит Я Хочу Чтобы Ты Сохранил Их В Этом Мир Это Молитва Иисуса Не Молю Тебя Чтобы Ты Забрал Их От Мира Но Чтобы Ты Сохранил Их В Этом Мире Послушайте Бог Желает Чтобы Мы Находились Здесь И Освещали Это Общество Бог Желает Чтобы Мы Находились Здесь И Освещали Это Общество Чтобы Мы Были Светом И Благословением Для Этого Общества И Поэтому Второе О чем Мы Будем Говорить Сегодня Мы Свет Миру Запишите Матфея 5 глава 14 16 Матфея 5 глава 14 16 Говорит Так Вы Свет Мира Не Может Укрыться Город Стоящий Наверху Горы И Зажегшись Свечу Не Ставят Ее Под Сосудом Но Она Под Свечники И Светит Всем В Доме Тогда Светит Свет Ваш Перед Людьми Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела И Прославили Отца Вашего Небесного Наши люди Которые Там Находятся Они Не Скрывают О том Что Они Верующие Люди Они Говорят О том Что Они Ходят Церковь Что Они Любят Бога И Люди Которые Находятся Там Уважают Их Уважают За их Открытость Честность За то Что Они Не Безразличны К тому Что Происходит На Украине Я Верю Что Это Как раз Есть тот Свет Который Мы Должны Светить Этому Миру И Написано Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела И Прославляли Отца Вашего Небесного Когда Люди Видят Что Нам Неравнодушна Украина Когда Люди Видят Что Мы Делаем Добрые Дела Знаете Что Наша Церковь Дочерня Смела Когда Происходили Эти Вещи Там Ловили Тетушек Там И так Далее То есть Такое Движение Было Ставили Блок Посты Церковь Приезжала Ночью С огромным Чайником Термосом На 15 Литров И поила Чаем Этих Людей И Это Касало Жизни Людей Они Говорят Зачем Вам Это Нужно Вы Приезжаете Сюда Ночью Вы Привозите Чай Вы Поете Этим Чаем И Они Восхищаются Церковью Послушайте Это То Чем На самом Деле Должна Заниматься Церковь Мы С Вами Должны 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 Носителями Мира Мы С Вами Должны 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 Света Чтобы Там Где Ты Появляешься Был Свет Наши Братья Тоже Собрались Там На Блокпосту Который Был Между Черкасами И Смелой Там Было Где-то Наши Около Десяти Человек Я Тоже Приехал Туда Я Приехал Чтобы Забрать Кастрюлю Там Мы И Я Обратил Внимание Насколько Отличаются Люди Кто-то Угрюмый Стоит И Матерится И Наши Стоят И Радуются Как Божьи Одуванчики Возле них Свет Везде Темно Возле них Горят Шины И Они Такие Счастливые И Те сбоку Наблюдают Только за Нашими Братьями А наши Ага Ага Кто-то Что-то Сказал И Смех Радость Такая И Кто-то Подходит Там Ребята Берите Берите Закурите Они Все Мы Не Курим Думаю Чем же Вы Обкурились Так Уже Что Вы И Не Курите И Такие Радостные И Такие Счастливые И Потом Когда Я Уходил Я Услышал Там Разговор Говорят Ну Это Ж Баптисты Баптисты Пришли Тоже Охранять Наш Город И Вы Знаете Я Верю Что Это То Что Необходимо Я Верю Что Люди Должны Видеть Что Церковь Не Занимает Позицию Такого Знаете Крота Который Спрятался Где-то Но Чтобы Люди Понимают Что Мы Имеем Позицию Мы Мы На самом Деле Идем Против Всякого Рода Зла Мы На самом Деле Не Согласны Со Злом И С Позиции Зла Мы Стоим Против И Каждый Из Нас Должен Это В свою Чуть Как-то Проявлять И Высказывать Говоря О том Что У нас Есть С вами Позиция Задача Церкви Светить Высвечивать Лос Освещать Пути Правды Церковь Как луч Света Призвана Быть Путеводной Нитью К Источнику Света Это На самом Деле Я верю Что Над Украиной В действительности Всходит Солнце Правды Я верю Что Мы Не Узнаем Уже Буквально Через Несколько Лет Мы Не Узнаем Нашу Страну Она Будет Изменена Я Я верю Что Все Кто Каким Каким-то Родом Был Связан Со Злом С Неправдой С Нечистью И так Далее Они Будут Либо Убегать Из Страны Либо Меняться Я Верю Что Очень Сильно Будет Божье Движение Бог Будет Обличать Бог Будет Касаться Жизни Людей Мы Увидим Еще Тысячи Людей Которые Будут Бежать Церковь Это Будет Происходить Но Нам С Вами Надо Иметь Правильную Позицию Кто-то Из Само Обороны Сказал Нашим Ребятам Мы Хотим Пойти Вашу Церковь Хотим Увидеть Вашу Церковь Вы Такие Интересные Люди Мы Хотим Прийти Вашу Церковь Послушайте Это Нормально Это Нормально Когда Ты Выделяешься Из Толпы Это Нормально Когда Ты Совершенно Другой Это Нормально Когда Твое Мышление Здравое Это Нормально Когда Твое Мышление Светлое Это Нормально Когда Ты Реагируешь На Ситуацию Без Ненависти Послушайте Это Нормально В Обл Ради Бежались Мне Кажется Половина Одержимых Людей Там Есть Одна Она женщина, может, вы ее видели, она везде всех бьет. Материт и бьет. Это ее одна задача материть. И не важно кто, не важно в какой ты пилотке, какая у тебя звездочка, ей просто кого-то обматерить и бить. Только кто-то с ней, что-то ее успокаивает, все, она уже на него. Сзади кто-то подошел, она уже на него. И лупит так не по-детски. Такая тяжелая рука. Одержимый человек. И там немало таких. Послушайте, церковь должна быть там, где эти вещи происходят, да? И что? Молиться, чтобы Бог сверхъестественным образом просто выводил оттуда таких людей. Чтобы на самом деле не ненависть, а любовь. Сегодня завоевали Украину. Я верю, что зло невозможно победить злом. Месть невозможно победить местью. За всякой местью будет другая месть. И оно так меняется быстро. Если мы сеем месть, если мы сеем ненависть, если мы сеем какие-то вещи, оно так быстро приходит обратно. Так быстро приходит. В Харькове ОДА заняли. Пришли вроде там, сказали, что все гниды все. Сегодня уже обратная сторона. Те уже гниды уже встали и дали тем, кто был не гнидами. Законы сияния и жатвы. Оно срабатывает. Для того, чтобы люди это понимали, кто им скажет об этом, скажите, пожалуйста. Если не ты, который будешь стоять рядом. Если не ты, который скажешь, послушайте, люди добрые. Не так ведется война с грехом. Не так ведется война со злом. Зло нужно побеждать добром. Зло нужно побеждать любовью. Мы можем говорить это людям. Мы можем высвечивать это людям. Мы можем вот так вот просто подошел в беседе, люди общаются. Я хочу свое мнение сказать. Скажи туда, вложи туда свои пять копеек. Послушай, Бог возьмет твои слова. Возможно, они сразу скажут, вали отсюда. Не хотим тебя слушать, провокатор, тетушка и так далее. Но придут домой. И Бог оживит это слово их сердце. И Бог начнет касаться их сердца. И они будут меняться. Нам нужно сегодня быть солью и светом для окружающего мира. Как никогда раньше. Возможно, когда-то мы могли отсидеться. Послушайте, сейчас не время отсиживаться. Сейчас время заявлять о Божьей правде. Аминь. Третье. Мы миротворцы. Матфея 5 глава 9 стих. Матфея 5 глава 9 стих написано так. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны миротворцы. Счастливы миротворцы. Люди, которые несут мир. Люди, которые несут правильные отношения. Люди, которые мирят людей. Они обязательно будут счастливы. Они будут блаженными. Не блаженными в том смысле, который подозревает этот мир. А это он блаженный. Не обращайте на него внимания. Блаженными, счастливыми. И Бог желает, чтобы мы с вами были счастливыми. Бог желает, чтобы мы с вами были радостными. И блаженство – это наивысшая степень счастливого человека. Высшее духовное наслаждение. Нетрудно сделать вывод, что это блаженство, за слов Христа, будут иметь миротворцы. Люди, которые несут мир. Итак, кто же такие миротворцы? И словаря далее вы можете увидеть. Здесь написано «мир». Что такое мир? Отсутствие ссоры, вражды, войны, лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство, тишина, покой, спокойствие. Мирить. Мирить – это означает мириться, соглашать, устранять ссору, улаживать несогласие, вражду, заставляя сделать, сделаться полюбовно. Поэтому миротворец – это тот, кто устраняет ссору, улаживает несогласие, вражду, прекращает войну, кто приносит согласие, единодушие, дружбу, покой, спокойствие. Именно к этому призваны мы с вами. Аминь. Поэтому мы не можем сегодня молчать. Мы не можем сегодня отсиживаться в стороне. Нам нужно быть частью этого. Нам нужно быть благословением для окружающих людей. Четвертое. Мы с вами воины. Ефесянам 6 глава 12 стих. Ефесянам 6 глава 12 стих написано так. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной». «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В первую очередь, наше поле брани – это, конечно же, духовный мир. Мы знаем, что прежде, чем чему-то произойти в физическом мире, это происходит в духовном. Прежде, нежели произойти в какой-то победе в физическом мире, в начале эта победа должна быть завершена в духовном мире. Вы знаете, то, что мы пережили в Сумах, я просто сравнил это все. Вы знаете, три часа длилась вот эта как бы особенная военная ситуация на Майдане. Три часа. У нас точно так же три часа велась духовная брань. Там было все. Там были слезы, там был пот, там была кровь, потому что кто-то нашел такую красную тряпку, и там была Украина с флагом, и потом кто-то взял, обмотал ее. И мы знали, мы пережили это, и мы знали, что произойдет в ближайшие дни. Мы уже знали, что произойдет. Насколько это было сильно в духовном мире. И я еще не переживал такого. Это насколько было, знаете, ну, даже физически, что я ужасно проголодался за эти три часа. Я не помню, чтобы я когда-то чувствовал какое-то такое, знаете, особое чувство голода. Но в этот момент я почувствовал особое чувство голода. Такое впечатление, что я разгрузил вагон цемента один. Я знаю, что такое, в свое время я разгружал. Послушайте, это тяжелейшая такая вот духовная война, которая происходит в духовном мире. И мы с вами являемся воинами этих духовных войн, когда мы сражаемся в молитвенном состоянии, когда мы молимся в Божьем присутствии, когда мы стоим против чего-то. Возможно, мы еще до конца не знаем против чего, но когда мы уходим на подобные сражения, это духовная победа. И мы тогда уже знали, что будет победа. Да, будет кровь. Да, будет пролита кровь, будут убитые люди. Но мы знали, что будет победа. Послушайте, не забывай о том, что ты являешься воином Господа Иисуса Христа. Именно это место, сражение, где мы можем выступать, как львы. Те, кому дана власть. Те, кто знают, откуда они пришли. Знают, где их дома. Где их жилища. И поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы на самом деле были этими воинами. Вчера мы экстренно собрали молитву здесь, в зале. Пришло 30 человек. Я был благодарен Богу за то, что мы так открыто просто среагировали, мобилизовались для того, чтобы быть здесь и молиться. Так важна молитва на сегодняшний день. И поэтому мы на следующей неделе объявляем пост и молитву. Турчинов обратился к церквам. Не знаю, слышал из вас кто-то или не слышал. Он обратился к церквям, чтобы они сегодня объявили пост, молитву и молили за Украину. Он поблагодарил церквя за их молитву и сказал, что благодаря молитвам мы имеем сегодня победу. Но он попросил, чтобы церкви сегодня взяли пост, взяли молитву и продолжали сражаться в духовном мире. Он знает, что прежде чем победа будет Украины, победа будет в духовном мире. Поэтому мы с вами воины, мы не должны этого забывать. И возможно, возможно, более интересно сидеть у телевизора и наблюдать за тем, что происходит. Но я хочу сказать. Нам не будет интересно, если Украина проиграет. Нам не будет интересно, если мы одержим поражение. Интерес в том, чтобы одержать победу. И этот интерес приобретается не у телевизора, а где? В Доме Божьем, в молитве. Когда церковь собирается вместе и противостоит всякому роду зла. И потому ты можешь быть частью этого. Ты можешь быть благословением сегодня для Украины. Сегодня Штаты молятся. Сегодня Грузия молится. Мы звонили, там как раз сейчас находится Сережа Гладких, находится там Дима Джапаридзе. И они говорят, что Грузия молится за нас. Америка молится за нас. Я знаю, что Канада молится за нас. И все церкви, которые... Россия немножко в недоумении. То, что они услышали о нас, они не знают, как реагировать на это все. Но нам нужно, если мы знаем кого-то, имеем общение с кем-то, нам нужно доносить это. Нам нужно общаться с ними. Сегодня наша молодежь назначила общение по скайпу с молодежью из России, для того, чтобы донести до них истину, какая она есть на самом деле. И нам нужно говорить об этом. Нам нужно высвечивать эти вещи. Потому что люди на самом деле, насколько зомбированы негативной ложью. Знаете, то оружие, которое дьявол использует сегодня, это ложь. Ложь об Украине. Он сегодня старается лгать просто со всех каналов российских. Идет ложь. Один-единственный канал, дочь, который говорил правду, он уже закрыт. Это не выгодно никому. Выгодно говорить ложь. Выгодно говорить, что Украина забита бандеровцами, которые фашисты, которые готовы убивать всех русских, которые ненавидят русских и так далее. И на самом деле это ложь. И мы это с вами знаем. Вы где-нибудь в Черкассах видели хоть одного бандеровца? Я думаю, вы даже не знаете, как они выглядят. Но в Москве массируется информация о том, что они везде и всюду творят ужасные вещи и так далее. Поэтому дьявол не меняет свое оружие. У него одно и то же оружие. Это ложь, которую несет на братьев своих. Вернее, на наших. И всячески старает очернить. Но я верю. Я верю, что ты и я, мы как глашатые. Мы будем говорить, мы будем писать, мы будем общаться через социальные сети. Мы будем говорить о том, что на самом деле происходит на Украине. Чтобы правда или истина об Украине сегодня прозвучала по всему миру и весь народ сказал на это. Аминь. Хочу, чтобы вы не допускали страх. Вы знаете, сегодня разные такие страшилки выходят. На каналах, хотя я вижу о том, что руководство страны старается говорить только информацию, которая в действительности подтверждена и имеет под собой основания. Но вместе с тем, не допускайте страха. Не допускайте страха, не допускайте каких-то паники какой-то и так далее. Люди смотрят на нас, как бы ты ни хотел, люди смотрят на тебя. Сегодня я приезжаю домой, выхожу, я смотрю, как люди наблюдают за тем, какое мое настроение. Для них это важно. Знаете, если верующие люди будут такие, о-о-о, Господи, о-о-о-о-о. Люди будут падать рядом с нами. Потому что если мы еще имеем защиту Божью, если мы уплываем на Божью защиту и имеем основания на это, то неверующие люди этого не имеют. И они сегодня смотрят на церковь. Я благодарю Бога за то, что Бог побудил украинскую церковь стоять там на Майдане и показывать этот высокий дух. Я благодарю Бога. И я хочу, чтобы мы с вами так же были этими людьми, которые есть люди высокого духа. Что бы ни происходило. Послушайте. Что бы ни происходило, как бы ни выглядело все мрачно и так далее. Всегда. На твоем сердце должна быть радость. Библия говорит, радость от Господа подкрепление для нас. Единственное, чем ты можешь укрепиться в Боге, это радуясь. Аминь. Страшно, радуйся. Больно, радуйся. Обидно, радуйся. Досадно, радуйся. Написано. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова у вас воля Божья. Особенным образом, друзья мои, особенным образом говорите людям о том, что существуют законы сения и жатва. Что все прекратится, но жатва не прекратится. Когда они злословят кого-то, когда они судят кого-то, говорите о том, не судите, да не судимы будете. Каким судом судишь, таким же будут судить тебя. Чтобы люди понимали, чтобы люди имели страх. Страх от Господа. Не просто так. Знаете, я сейчас вижу, что просто выходит армия людей, которые поносят украинский народ. Просто поносят. За принадлежность к какому-то там, какой-то партии, еще к чему-то, еще к чему-то. Мы не должны позволить, чтобы это происходило. Мы один народ. Аминь? Один народ. Люди ошибаются. Нет людей, которые не ошибаются. Нет людей, которые бы не ошибались в своих выборах и так далее. Все люди ошибаются. Но они остаются украинцами. Они остаются народом Украины. И сегодня, когда стали такие вот обстоятельства, когда Россия вводит свои войска в Украину, нам нечего рассматривать, где кто, в какой фуфайке, с каким знаками и так далее. Нам надо молиться за Украину. Молиться вместе. Стоять за Украину и стоять вместе. Сражаться за Украину и сражаться вместе. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас. Иметь это понимание и уметь, знаете, распространить это хорошее понимание. Это правильное понимание на тех, кто находится рядом с тобой. Можно сказать на это аминь. Но для того, чтобы влиять, надо быть рядом с народом. Для того, чтобы влиять, надо не сторониться, не отсиживаться, не сидеть просто у телевизора и быть таким особым знатоком событий. Потому что это непременно поглотит тебя. Если ты не будешь молиться, если не будет Божьей защиты для твоего разума и твоего сердца, то уныние просто сушит твои кости. Вибрация говорит, унылый дух сушит кости. Это самое лучшее средство для похудения. Герболайф отдыхает. Поэтому меньше знай, больше делай. Это нормально, когда мы знаем, за что молиться, но это не значит, что мы должны быть полностью там поглощены этой информацией. Поэтому, на самом деле, я еще хочу рассказать вам. Мы живем в прекрасной Божьей стране. Мы живем в самое правильное время и находимся на самом правильном месте. Поэтому не жалею о том, что ты до сих пор не уехал в Америку или не уехал в Европу. Это значит, что ты должен быть здесь тогда, когда в Украине решаются эти вопросы. И я верю. Вы знаете, я вам честно скажу. Когда я прочитал вот это пророчество этого католического священника, многие говорят, оно не подтвердилось, сами католики отказались о том, сказали, что мы такого не пророчествовали никому и так далее. Пусть говорят. Я прочитал, я почувствовал это сердце. Я знаю, что Украина поднимется. Я знаю, что Украина будет прекрасной страной. Я знаю, что Украина пошлет еще миллионы людей. Послушайте, миллионы. Сегодня Украина занимает третье место по миссионерству в мире. После Америки, Южной Кореи, по-моему, да? Мы занимаем третье место, не имея финансов. Представьте себе, когда Украина поднимется, финансово станет на ноги. А послушайте, то, что Украине надо, чтобы стать на ноги, это просто не воровать. Услышьте меня сегодня, это правда. Сегодня люди говорят, «Вчера Порошенко сказал, мы легко можем справиться с кризисом сами. За несколько дней в казну бюджета поступили миллиарды денег. Они говорят, мы свободно можем сейчас раздать пенсии людям. У нас есть финансы. В то время, когда все было просто подчистую выгрыблено. Последние броневики с деньгами ушли вместе с нашим бывшим президентом». Я вам серьезно говорю. Целые машины запакованы просто финансами. Послушайте, сегодня, сегодня Украина может подняться только благодаря тому, что никто не будет воровать. Все. Самое серьезное лекарство для Украины не кради. Одна из заповедей. Все. В Украине достаточно ресурсов, в Украине достаточно бизнесов, в Украине достаточно хлеба, в Украине достаточно зерна, если вы не будете вывозить, продавать, расхищать и так далее. Все это достаточно для того, чтобы Украина просто была благословением для всех стран на этой земле. Послушайте, это реальность. Единственное, что нужно, искоренить зло, искоренить неправду, искоренить воровство, и все. Украина будет полноценной, благословенной землей для этого мира. И миллионы людей потекут по всему миру говорить и распространять Слово Божье. Так мало. Аминь. Родные мои, какое пророчество? Пророчество одного католического священника. попросите кого-то из молодых людей, если вы сами ориентируясь в этом, в компьютере, наберите Google, наберите там пророчество католического священника, 90, по-моему, 91 года, да? И оно высветится. Раньше его блокировали, сейчас уже его никто не блокирует, вы можете его почитать. Меня это вдохновило, меня это успокоило. Я прочитал, я больше не читал ничего, это было точно так же, как подтверждение тому, что пророчествовал пастор Скат об Украине. очень похоже, очень похоже. Я верю, что на самом деле Украину ожидает благословенное время перемен. И это время уже пришло. И мое слово сегодня о том, чтобы мы стали частью этих перемен. Мое слово сегодня, чтобы мы не были в стороне от всего происходящего, но чтобы мы заняли активную позицию в обществе. Там, где ты можешь, там, где ты можешь находиться, там, где ты можешь нести эту соль, там, где ты можешь нести этот свет, там, где ты только можешь, неси свою позицию. Неси позицию Слова Божьего, неси позицию истины, реагируй правильно, не так, как люди этого мира. Реагируй правильно, реагируй с любовью, реагируй с добротой, чтобы добро побеждало зло. Не зло – зло, не ненависть – ненависть, не месть – месть, а чтобы на самом деле люди понимали, что сегодня нужно нести любовь. Кто-то говорит, красота спасает мир. Я говорю сегодня со всей ответственностью, любовь спасет Украину. Любовь спасет Украину. Знаете, как никогда раньше мы сегодня нуждаемся в том, чтобы Божья слава была явлена в нашей жизни. Я верю, что всякий раз, когда мы сеем, всякий раз, когда мы приносим свое сердце, приносим свою жизнь, потому что в этом есть часть нашей жизни. И я верю, что в это время Бог по-особенному направлен благословлять нашу жизнь. Я верю, что не случайно происходит то, что происходит. Я верю, что не случайно сегодня у власти стоит человек, который является христианином. Не случайно. Может быть, это будет короткое время для него. Но именно в тот момент, когда страна переживает особое время, там руля стоит человек, который знает Бога. И я верю, что Бог покажет свою славу. Я верю, что Бог покажет, насколько это было важно для Украины. Бог покажет, что на самом деле, знаете, Бог за Украину. И Бог покажет истину об Украине. Сегодня из России звонят верующие люди, молодежь, которая знает нашу молодежь, говорят, что у вас происходит. Нам такое говорят о вас, такое говорят. Послушайте, я верю, что истина об Украине, она на самом деле распространится по всему миру. И те же, кто сегодня смотрят на нас и говорят, ну это страшные люди, там бандеровцы и так далее. Я верю, что придет время. Истина восторжествует. Истина об Украине заполнит всю землю. Она уже начинает заполнять. Я верю, что она заполнит всю землю. И то, что происходит сейчас, знаете, это как последние, знаете, судороги дьявола. Потому что силы зла, они насколько укоренились здесь, насколько уже, ну, блаженствовали и думали, что это будет пожизненно. Истина сегодня никак не могут смириться с тем, что правда восторжествовала. Никак не могут смириться с тем, что солнце правды взошло. И поэтому я хочу, чтобы каждый верующий человек сегодня понимал. Сегодня стоял на балконе, как стоял некогда с пророком этот Евнух, да. И пророк говорит, Боже, открой ему глаза, пусть он увидит то, что вижу я. Да, послушайте, я молюсь Богу о том, чтобы вы сегодня увидели то, что происходит на самом деле на Украине. Сколько бы не было войск, пусть сегодня введут все войска России, пусть сегодня войдут все войска НАТО. Кто бы не вошел сегодня. Послушайте, те, кто на небесных колесницах, их намного-намного больше. И эти огненные колесницы сегодня, они стоят над Украиной. Они стоят над Украиной, потому что в Украину зашли, но сделать ничего не могут практически. Потому что, знаете, какое-то оцепенение. И никто не понимает, почему так. Но я верю, что то, что Божье присутствие, оно сегодня наполняет Украину. То, что Бог контролирует ситуацию на Украине, это факт, это реальность. И поэтому нам с вами нужно доверять Богу. Нам с вами нужно нести этот мир в общество. Нам с вами нужно делать необычно много. Чтобы каждый человек, находясь на Украине, мог познать, что на самом деле Бог, величественный Бог, Господь Господь, Царь Царей, Он сегодня является Господином Украины. Аминь. И поэтому мы помолимся, чтобы Бог благословил те финансы, те семена, которые сеются, может быть, сегодня где-то и в страхе, а что будет завтра, а как, а что. Но мы доверяем Богу. И во время засухи мы что делаем? Сеем. Аминь. Отец Небесный, я благословляю каждого человека, находящегося на этом месте. Я прошу, чтобы ты благословил их как сеятелей. Я прошу, чтобы ты благословил Господь и умножил их жизни. Сверхъестественным образом. Господь, пусть твой мир, пусть твой божественный порядок будет во всех сферах их жизни. Пусть в это нелегкое время, Господь, они жнут, они жнут, Господь, то, что сеют во имя Иисуса Христа. И пусть эта жатва будет во много раз больше. Во имя Иисуса. Боже, я благословляю каждого человека, стоящего на этом месте. И прошу твоего благословения. Во имя Господа Иисуса Христа. И весь народ сказал. Аминь.